Проклятие вермахта. Как советский офицер жёг полсотни немецких танков. Проклятие вермахта. Как советский офицер жёг полсотни немецких танков 8 часов 14 октября 2019 года. CC0. Автор неизвестен. Танковый экипаж Дмитрия Лавриненко. Крайний слева. Октябрь 1941 год. CC0. Автор неизвестен. Москва. 14 ок. 3 о новости. Николай Протопопов. Первые, самые трудные дни Великой Отечественной, непредсказуемая тактика и 52 уничтоженные машины с крестами на бортах 105 лет назад родился советский танковый экипаж Дмитрий Лавриненко. Всего за два с половиной месяца войны он стал самым результативным танкистом Красной Армии. О том, как воевал лейтенант Лавриненко, в материале РИА новости. Философия АСА. В армию Дмитрий Лавриненко записался еще в середине 1930-х, добровольцем. Молодого бойца направили в кавалерию, но позже он поступил в Ульяновское бронетанковое училище. Курсант-отличник блестяще усвоил специальность танкиста. Первый боевой опыт Лавриненко получил в 1939-м в польском походе Красной Армии. Великую Отечественную встретил в звании лейтенанта и должности командира танкового взвода. После отступления вглубь страны разбитой 15-й танковой дивизии Лавриненко зачислили в состав знаменитой 4-й танковой бригады полковника Михаила Катукова. Бригада одной из первых получила на вооружение новейшие танки Т-34-76 легендарной Т-34-ки. Счет подбитым вражеским машинам Лавриненко открыл в бою под Мценском в Орловской области. Здесь его бригада столкнулась с механизированной бригадой Гудериана. В первый же день Лавриненко уничтожили 4 танка. 23 июня, 08.00 РИА Новости Удар Цезаря Как морпехи Куникова брали плацдарм под Новороссийском. Взвод Лавриненко получил приказ помочь попавшим в окружение мотострелкам, которые пытались удержать высоту недалеко от села Первый воин и несли тяжелые потери. Советская пехота оказалась под шквальным огнем бронетехники, не позволявшей солдатам поднять головы. К тому же на подмогу гитлеровцам шла резервная колонна. Вовремя подоспевшая четверка Т-34 Лавриненко обратила противника в бегство. Сначала взвод нанес молниеносный и неожиданный удар по немецкой колонне, следовавший к селу, а затем принялся громить основные силы. Поскольку Т-34 не стояли на месте, постоянно маневрировали, у немцев сложилось впечатление, что атакуют целое соединение. Это заставило их отступить, бросив несколько десятков машин на поле боя. CC by SR 3.0 Таненберг Немецкие танки атакуют советские позиции в районе Истры, 25 ноября 1941 года. CC by SR 3.0 Таненберг Немецкие танки атакуют советские позиции в районе Истры, 25 ноября 1941 года. Еще через несколько дней кипош Лавриненко в одиночку отразил атаку сразу 10 немецких танков. Именно под Мценском Лавриненко проявил мастерство воевать из засад. Он заходил с флангов и в тыл противника, менял огневые позиции, умело используя превосходство советских Т-34 в вооружении, бронеманевренности. Успешно применял и тактику ложных целей. Порой устанавливал на позиции обычные бревна, имитирующие стволы танковых пушек, и, пока немцы их атаковали, взвод разбивал противника с флангов. Благодаря слаженным действиям танкистов и грамотному командованию полковника Катукова в боях под Мценском немцы понесли тяжелые потери. В ноябре соединение удостоили почетного звания гвардейского и переименовали в 1-ю гвардейскую танковую бригаду. Си Си Зеро Автор неизвестен Экипаж Дмитрия Лавриненко в перерывах между боями Осень 1941 год Си Си Зеро Автор неизвестен Экипаж Дмитрия Лавриненко в перерывах между боями Осень 1941 год Битва за Москву Из Орловской области бригаду перебросили под Москву на Волоколамское направление. К этому моменту на счету Лавриненко было уже около 20 подбитых танков. К основным силам под Волоколамском лейтенант Лавриненко и его экипаж присоединились несколько позже. По просьбе командования 50-й армии их оставили охранять штаб в Серпухове. Но даже при штабе лейтенант не сидел на месте. Его экипаж в одиночку уничтожил разведывательную моторизированную колонну немцев. Заняв скрытую позицию у дороги на Серпухов, танкисты подпустили технику противника поближе и расстреляли почти в упор, с дистанции 150 метров. В этом бой у Лавриненко жег 6 танков, несколько противотанковых орудий и автомобилей. А в качестве трофея экипаж получил штабной автобус с документами и картами, который красноармейцы доставили в бригаду. 26 марта, 08.00 РИА Новости Высадка в ад. Последний бой морпехов Ольшанского. Взводу у Лавриненко не раз приходилось противостоять превосходящим силам противника. Так, 17 ноября его группа из 3-х 34-х и 3-х легких БТ-7 встретилась с 18-ю немецкими танками. В том бою советские танкисты потеряли 2 БТ-7 и 2 Т-34. Немцы лишились 7 танков и отступили. Вскоре после этого боя немцы вышли в тыл советским мотострелкам. Занявшим деревню Лысцево. У Лавриненко оставался единственный исправный танк, на котором он скрытно выдвинулся навстречу вражеской колонии и занял позицию в чистом поле. Как обычно, подпустив гитлеровцев вплотную, неожиданным ударом поочередно сжег 6 танков. Наступление захлебнулось. Немцы попытались догнать и уничтожить одиночный танк, однако Лавриненко грамотно воспользовался рельефом местности и скрылся. РИА Новости Абрам Кричевский Разбитая фашистская техника в районе города Солничногорска в Московской области. 1941 год РИА Новости, Абрам Кричевский. Разбитая фашистская техника в районе города Солничногорска в Московской области. 1941 год. Смерть от осколка. Последний бой танкового аса состоялся 18 декабря неподалеку от Волоколамска. Он решил, не дожидаясь подхода главных сил, атаковать позиции немцев у села Покровская. Однако те разгадали план советского офицера, пропустили его группу вперед и зашли с тыла, взяв кольцо. Лавриненко развернул роту и двинулся навстречу. К этому времени уже подоспела подмога. Противника зажали и расстреливали с двух сторон. Старший лейтенант подбил свой 52-й танк, уничтожил несколько противотанковых орудий и десятки гитлеровцев. 8 февраля, 08.00. РИА Новости. Пикирующая смерть. Как летчик Василий Раков потопил немецкий крейсер. Пытаясь хоть как-то исправить ситуацию, немцы начали массированный минометный обстрел района боевых действий. Когда Лавриненко выбрался из танка, чтобы оценить обстановку, небольшой осколок, разорвавшийся рядом мины, смертельно ранил его в голову. Похоронен танкист недалеко от деревни Деньково в Московской области. За два с половиной месяца войны он принял участие в 28 схватках с противником, став самым результативным танковым асом Великой Отечественной. За мужество и отвагу награжден Орденом Ленина и медалями. Звание Героя Советского Союза ему посмертно присвоили лишь в мае 1990-го. 4.0 – Центральный архив Министерства обороны, фронтовой приказ. 4.0 – Центральный архив Министерства обороны, фронтовой приказ.